Всем привет! С вами Юля Симуля и это третий сезон челленджа Похудейка. Ура! Добро пожаловать в третий сезон! Я знаю, что вам очень нравится этот челлендж. К первому и ко второму сезону было очень много лайков, много просмотров. Вы писали комментарии, чтобы я сняла еще один сезон. То есть вам нравится этот челлендж и поэтому я решила его продолжить и записываю третий сезон. Надеюсь, вам третий понравится не меньше, чем предыдущий. Итак, давайте сегодня познакомимся с участниками нашего третьего сезона. Итак, наш главный герой этого челленджа, ведущий наш дорогой Катлет Катлетов. Катлет был самый горачий парень во второй сезон, самый красивый, самый умнейший. Он стал самый стройнейший во второй сезон. Короче говоря, если вы помните, то Катлет победил во втором сезоне и я решила, что раз он стал таким подтянутым, стройным, то можно его брать главным ведущим третьего сезона. Он расскажет толстячкам, как нужно правильно сбрасывать вес. Короче говоря, этот дорогой наш грузинский горачий парень, он директор третий сезон. Да, если вы меня сейчас спросите, кто он? Он будет тренировать Симе или он будет жарить Катлет? Нет, я скажу вам оба ответа нет, потому что Катлет он будет директор третий сезон. У него есть помощница по имени Эрика, Эрика Найс, девушка, которую я просто создала, Симку давно, хотела ее куда-то поселить, но как-то не сложилось. В общем, она помощница Катлета, она совсем не директор, потому что директор у нас Катлет, и он будет своя помощница говорить. Сегодня ты жар Катлет, сегодня ты тренировать. Он у нас директор и он сам говорит, кто что делает. Он у нас не будет тренировать Симы, он не будет у нас жарить Катлетой, он будет делать это все, когда ему захочется. А когда ему не захочется, будут делать его помощник, потому что он у нас парень, который знает, чего он хочет от жизни, и это будет он получать, и он знает, как вытренировать 6 толстячков. Как вы помните, что главным, ну, как бы, господи, нам в этом челлендже нужно похудеть. У нас есть 6 толстячков, и один из них станет победителем. То есть тот Сим, который похудеет больше всех, быстрее всех, станет самым стройным, он и станет победителем, да? У нас есть 2 тренера. Один у нас вообще по умолчанию должен быть тренером, а другой должен быть Симом, который помогает тренеру. Ну, вот в данном случае это Катлет, он у нас тренер, и его помощница Эрика. Но Катлет у нас не тренер, он директор. Поэтому Эрика, она будет и тренировать, она будет и Катлет жарить, и приносить это все будет нашему дорогой Катлет, чтобы он кушал. Вот, ну, у нас есть еще 6 толстячков, которые должны похудеть. Вот они перед вами. Я, ребят, очень надеюсь, что они не нуждаются в особом представлении. Я надеюсь, что вы всех их узнали. Если вы смотрели мою династию в Стекеленбург, то вы знаете, кто эти за парни. Это у нас 6 парней, которые, к сожалению, не смогли стать парой для Шарлоточки. Да, если вы смотрели династию, то вы знаете, что там была Симка, там есть Симка, почему была она и есть. Вот, у нее было 8 парней, с которыми она встречалась. Вот, ну, выбрала она, к сожалению, только одного, вышла за него замуж, а остальные не смогли стать ее мужем. Поэтому, в общем, они у нас сейчас здесь, у них депрессия была. Да, они очень расстроились, стали много кушать и, в общем, попали таким образом на шоу похудейка. Потому что все они у нас очень-очень полные. Да, если вы знаете, что Шарлоточка выбрала Макса, их было парней 8. Там еще был парень по имени Майкл. Но Майкл, как вы знаете, не может принимать участие, не мог он принимать участие в борьбе за руку и сердце Шарлоточки, потому что там были нарушения, когда его создавали. Поэтому мы его сюда с вами и не берем. Вот, у нас есть 6 парней, которые боролись за руку и сердце Шарлоточки, но она их не выбрала, к сожалению. Они у нас кушали много, депрессия была и, в итоге, наели себе очень много лишних килограммов. Да, вот такие вот животы они себе наели. Давайте мы посмотрим на них. И вы видите, что у них у всех масса мышечная на минимуме и максимальная у них жировая масса. Короче говоря, они у нас все очень-очень полные. Да, у всех парней вот такие вот недостатки теперь в фигуре. Но мы будем это исправлять. Это будет исправлять наш дорогой гараж Шипарин Котлет. Он знает, как сделать из этих парней стройнящик. Он говорит, не деквате ты толстый ходишь такой. Почему такой толстый? Не надо быть толстый. Бери куши котлет, беги на тренажеры, будешь худой, как я. Красивый и умный. Вот такой неповторимый. В общем, он знает, как он выдрессировать этих парней. Я думаю, что он этим займется как раз в третьем сезоне. И эти мальчики будут бедные, потому что будут много бегать и много тренироваться. Так, ну и я, конечно, понимаю, что вы, скорее всего, знаете этих парней. Но на всякий случай давайте мы познакомимся с ними поближе. И я сейчас каждого представлю. Итак, первый парень, которого вы видите перед собой, это Кенни. Кенни у нас компьютерный гений. Он любит природу, творец и задира. Да, оказывается, он такой задирка немного. Вот такая у него есть одна отрицательная черта характера. Следующий парень это Джеймс. Джеймс мечтает найти родственную душу. Он искусствовед, он добрый и растяпа. И, кстати, я не замечала как-то, что растяпа Джеймс. Я люблю очень эту черту характера. Оказывается, он у нас растяпа. Вот так. Так, третий парень у нас Марклс. Это итальянский... О, простите, испанский. Какой же итальянский? Испанский горячий парень. Мачо Марклс Кастильо. Он у нас мечтает стать шеф-поваром. Свой в доску скептик и меломан. Вот такой он у нас мальчишка. А дальше идет Мэтт. Мэтта я знаю, что многие очень любили. Когда была борьба из сердца за руку Шарлоточки, очень многие болели за Мэтта. И хотели, чтобы он стал мужем для Шарлотты. Но, к сожалению, сложилось все иначе. И не получилось. И наша Шарлотта выбрала Макса. Кстати, за Макса тоже были очень многие подписчики. Я бы сказала, даже поровну. Половину подписчиков любила Мэтта, другая половина любила Макса. А остальных парней, ну, меньше, скажем так, любили. Почему-то вот именно Мэтт и Макс, они были лидерами и фаворитами. Ну, в плане симпатий подписчиков. Итак, наш Мэтт, он серийный романтик. Он дружелюбный творец и против детей. Да, в династии он нам часто домики ломал. Вот такой он у нас. Следующий парень по имени Джо. Мы называем его Джо. Хотя его зовут Джонатан или Дженатан. Как хотите, называйте. Я буду называть его Джо. Он у нас независимый ботаник, творец, частюля и романтик. Ему тоже не повезло. Он поправился, потому что горевал от того, что Шарлоточка его не выбрала. И последний парень по имени Кристиан. Кристиан у нас серийный романтик, веселый, безумный и одиночка. У него вообще прикольный подбор черт характера. Одиночка и безумный. В общем, вот такой у нас он прикольный парень. Покажи безумства. Вот такой он у нас. В общем, эти парни, они вам давно знакомы, если вы смотрите Династию. И я подумала, что вы просто... Вот Шарлотта сделала свой выбор, замуж вышла и все, мы их больше не увидим. И мне, честно говоря, самой стало так грустно от того, что мы их больше не увидим. И мне захотелось их увидеть еще. Я долго думала. Представляете, я не сразу догадалась до похудейки. Я долго думала, ну как сделать так, чтобы мы их увидели. Может быть, какой-то летсплей сделать. Ну вот, чтобы мы их всех еще раз увидели. И желательно вместе. И потом, честно говоря, через неделю где-то меня осенило. Почему бы не сделать похудейку? Да, не сразу до меня эта мысль дошла. Но как-то меня, честно говоря, осенило. И я очень обрадовалась, что я догадалась взять их в третий сезон. В общем, да, это наши толстячки, которые будут худеть благодаря нашему ведущему Котлету. И Котлета я тоже взяла неспроста. Ну да, он у нас победитель второго сезона. Но я просто обожаю этого Сима. Он такой классный. Но я не могла его, конечно же, оставить просто так. И мы к нему вернулись. И теперь он принимает участие в еще одном летсплее. И скажу вам по секрету. Возможно, это не последний летсплей для Котлета. Я, может быть, еще где-нибудь местечко найду. У меня два таких Сима вообще. Я просто очень люблю. Они такие забавные. Это Брухтан, который уже у нас в династии живет. Он у нас принимал участие в психушке. Потом принимал участие в летсплее на работу. И сейчас он у нас переместился в династию. Я его тоже очень люблю. И второй Сим, которого я тоже... Именно которых создавали вы. Очень испытываю большие симпатии я к Котлету. Он у нас принял участие во втором сезоне. Теперь в третьем. И я думаю, что дальше мы тоже найдем, куда его пристроить. В какой летсплей. И будем его дальше видеть. Ну все, ребят. Если вам понравилась серия... О, какая серия? Мы сейчас с домиком будем знакомиться. Простите, я не учла. Да, это у нас нулевая серия. И сейчас я нажму на эту кнопочку. И мы переместимся в город. И познакомимся с домиком. Домик остался тот же. Да, предыдущий домик, который был до этого. В первом и втором сезоне. Я его просто немножко улучшила. Но сейчас все увидите сами. Кстати, начинайте уже потихоньку думать, за кого вы будете болеть. Да, потому что ваши... Ну, я не знаю, когда вы болеете за Сима, это все-таки как-то ему, может быть, помогает. Вот, потому что вот во втором сезоне все болели за Котлета. И Котлет победитель. Вот, ну что ж, давайте мы переместимся в город. И посмотрим на домик. Только я забыла сказать самое главное. Я забыла сказать, что в третьем сезоне у нас будет приз. Да, тот Сим, который станет самым худейшим, самым стройнейшим, он получит приз. И этот приз будет Котлет. Шутка, конечно. Нет, приз будет не Котлет, а приз будет Эрика. Ну, скажем так, давайте тот Сим, который победит в третьем сезоне, он возьмет в жены себе эту замечательную девушку. Потому что всех шестерых парней я хочу женить, чтобы они дальше жили в династии со своими детишками, и мы их видели. Вот, поэтому давайте каждому найдем жену. Но парней шесть, и я не знаю, где взять столько Симок. У меня нет столько Симок на них. Создавать для них Симок мне, честно говоря, не хочется, потому что это будет что-то не то. А вот, хоть эту Симку я и создала, мы ее увидим уже в третьем сезоне. Она нам полюбится за многие серии этого челленджа, за третий сезон. Вот, и она станет женой самого стройнейшего парня, и будут они потом жить в династии, поживать до добра наживать. Ну, в общем, как-то так. Ну, а теперь давайте зайдем в домик и посмотрим, что же я там изменила. Поселила я наших Симов в городе Ньюкрест. Ну, нравится мне этот город давненько. Ну, не то, что мало у меня вообще здесь летсплеев было, особенно на этом участке. Вы, наверное, поняли, где мы будем жить. Правда, здесь пустынно, и больше домов нет. Ну, нам, в принципе, соседи и не нужны, потому что все равно мы им вряд ли будем дверь открывать. Если вы смотрели первый и второй сезон, то вы домик этот знаете. Но я его немножко изменила. Да, ребят, я не конструктор, я не знаю, не дизайнер, поэтому у меня вот такая вот фигня всегда получается. Я свои домики строю по принципу удобства. Да, главное, чтобы было удобно. Итак, давайте мы посмотрим на домик, что у нас здесь изменилось. Да, с закрытыми стенами, с поднятыми ничего не видно. Я немножко изменила цвет гостиной, где у нас стоит телевизор, чтобы наши Симы между тренировками могли расслабиться и насладиться телевизором. Да, посмотреть телевизор, отдохнуть. Кухню я немного поменяла, потому что вышел каталог «Классная кухня». И я вот добавила всякие там ножи, я не знаю, мороженицу добавила, стол другой поставила. Ну, короче говоря, немножко изменила нашу кухню. И теперь у нас здесь вот такой большой красный стол. Он тоже из каталога «Классная кухня». Вот, и так как вышел набор, игровой набор «День спа», то я тоже добавила очень много предметов нам в спортзал именно с этого игрового набора. Так, во-первых, у нас здесь стоит массажное кресло для рук и ног и для спины массажное кресло. Я уверена, что котлет массаж делать не будет ни в коем случае. Но Эрика, может быть, парням будет делать массаж. А может быть, будет и котлету делать массаж. Котлет-директор, как скажет, тому и будет делать массаж. Так, это у нас ведущие первого и второго сезона шоу «Похудейка». Это у нас Джим и Ильи, они были ведущими первого сезона. И это я и Илья. Это мы были участниками, мы были ведущими второго сезона «Похудейки». Так, ну тут, конечно же, у нас тренажеры. Я поставила новые беговые дорожки из набора День спа и новые тренажеры. Так, здесь у нас немножко отгорожено такими вот классными перегородками с водопадиком сауна. То есть, не сауна, господи, что я несу? Джакузи, да, здесь джакузи, здесь котлет будет отдыхать. Здесь у нас коврики, не коврики, ну, в общем, подставки эти для медитации. Вот, может быть, парням захочется помедитировать. Вот здесь два коврика, может быть, они захотят заниматься йогой, это наш бассейн, вы его знаете. И так как я сюда поставила место для занятий йогой, то вот санузлы наши я переместила сюда. В общем, это все изменения первого этажа. Здесь у нас в коридоре осталось все то же. Вот, я еще думала, ребят, поставить сауну, не знаю. Вот, я просто боюсь, что они будут париться все время ходить. Да и поставить мне ее некуда. Короче, сауну я им не ставила. Вот, хватит из них и так развлечений. Вот, это второй этаж. На втором этаже все осталось неизменно. У нас большой кроват для котлет. Кстати, давайте запрем эту дверь. Это толка дверь для котлет. Запереть, войти может лыж котлет. Это комната котлета, короче говоря, на этот сезон. В общем, а все остальные будут спать здесь. Это, кстати, люлька. Здесь у нас Хлоя родилась. Если вы смотрели первый сезон, то у ведущих первого сезона родился ребенок. Кстати, в этом летсплее тоже может родиться ребенок. Ну, хотя вряд ли, потому что мужем нашей Эрики станет тот парень, который победит. А мы же должны знать заранее, кто победит. Но мы же не можем этого знать. Короче говоря, наверное, детей не будет. Ну, давайте, ладно, об этом попозже. И кроме того, что я показала вам домик, показала парней, давайте мы убедимся в том, что у них нет никаких черт характера. Что они, ну, как я называю, чистые персонажи. Потому что по правилам челленджа похудейка у симов не должны быть прокачаны никакие навыки. Ну, в особенности спорт. Это категорически запрещено. Вот, котлет у нас не обладает... Кстати, котлет у нас не первый почему-то. У нас первый Маркос. Ой, у Маркоса обаяние прокачано. Маркос, а когда ты успел обаяние? Он тут качал, наверное... Смотрите, на кого он смотрит. На Джона что ли? На Джо? Или ты на Эрику смотришь? Непонятно. Хитренькие такие глазки. Короче говоря, он где-то успел уже обаяние прокачать. Ну, да ладно, это не в счет. Главное, что у него спорт не прокачан. Вот, котлет без навыков. Эрика без навыков. Кенни без навыков. Джеймс тоже. Мэтт, Джо и Кристиан все без навыков. Один Маркос у нас тут немножко нажульничал. И уже начал такое обаяние качать. Ну, ладно, ребята, все равно не в счет. Короче говоря, вы поняли, что у симов нет никаких навыков. У них нет черты характера. Активный и нет жизненной цели культурист. Вот, это самое главное, что требуется от этого челленджа. Потому что в противном случае это нарушение правил. И челлендж дальше продолжать нельзя. Вот, я люблю играть по правилам, по строгим правилам. Вот, поэтому наши дорогие участники, они уже готовы забежать в домик и начать тренировочку. Да, тренировать у нас будет котлет. Он будет сам решать, будет ли он сегодня тренировать парней. Или, может быть, Эрика будет тренировать. Кто будет жарить котлеты. Это все будет решать чисто наш дорогой, горячий, грузинский парень. Котлет. Это потому, что он директор третий сезон. Все, ребята, эта серия нулевая. Она водная. Просто, чтобы вас познакомить с изменившимся домиком и нашими участниками. Которые на самом деле в представлении не нуждаются. Нуждалась в представлении только Эрика. Я ее просто создала. Просто я хотела ее когда-то еще давно куда-то поселить. Она у меня осталась. Такая непрекаянная. Не знала, куда ее приткнуть. В общем, теперь она станет призом и выйдет замуж за счастливчика, который победит. Станет самым худейшим, стройнейшим и, не знаю, красивейшим, да? Котлотейшим. Все, ребят. Всем спасибо за внимание. Если вы... А, еще забыла. Самое главное. Ребята, уже выбирайте, за кого вы будете голосовать. За кого вы будете болеть. Простите, голосовать здесь не надо. Выберите себе любимчика, да? Кто, вы думаете, победит? Может быть, Кристиан или Маркос, который уже прокачал обаяние. Может быть, это будет Кения. Может быть, это будет Джеймс. А может быть, это будет Джо. Вот как вы думаете, кто победит, уже сразу пишите в комментариях, за кого вы болеете. Потому что, честно говоря, вот в прошлом сезоне все болели за Котлета. И что мы сейчас видим? Котлет у нас, дорогой, победил. Он победитель второй сезона и теперь директор третий сезон. Так что, если вы будете болеть за кого-то, может быть, оно как-то поможет этому парню. И он станет победителем. Все. Всем спасибо за внимание. Если вам понравилась серия, поставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на канал. Всем до следующей серии. Всем пока.